Что делает мама, если её сыночка-корзиночка целыми днями занимается хернёй и даже не планирует заводить отношения? Выходит на охоту. Есть одно украинское шоу, которое называется «Твою маму». В котором три старых львицы пытаются загнать одну молоденькую газель. Дабы, сдавшись под натиском пожилых хищниц, газелька выбрала одну из их корзиночек. Короче, это обзор украинского шоу «Твою маму». Чё непонятного? Здесь даже ничего не налито, я просто изображаю звуки питья. Шоу, как обычно, стартует с полупорнографической заставки, возвышающей самые низменные человеческие инстинкты. Хорошее начало. Привет, меня зовут Юля, я работаю директором салона красоты. А я видеоблогер! Простите, вырвалось. Я работаю, я очень люблю свою работу, люблю наблюдать за переоплощением людей, когда у неё хоть стильная и красивая с моего салона. Давай, давай, сделай ему косые височки. Но если прическа в стиле человека суши – это красиво, то вот тогда пик парикмахерского искусства. Вот он, в смысле. Очень много внимания уделяю своей внешности, я даже не её мясо, поэтому я так хорошо выгляжу. Да вы взгляните на неё, это же классический образ доктора Зло. Look what you did to Mr. Biggelsworth! Сегодня я встречусь с тремя мамами, у которых есть взрослые сыновья, и только одному из них я открою свою тайну. Может быть... Я мужчина! Здравствуйте, меня зовут Светлана, мне 56 лет. Может дать ей рассказать о себе или что? Ты какая-то неинтересная бабка, проматывай её нахер. Меня зовут Кулабухов Александр, мне 29 лет, веду всякие мероприятия искрометательным образом. И одна искринка, видимо, залетела ему в рот. Хочешь знать, откуда эти шрамы? Веду всякие мероприятия искрометательным образом. Культурно-массовым министром, можно сказать. Боюсь представить, если бы у нас был такой министр. Господин министр, может проведём масштабное массовое мероприятие в центре города в честь Нового года? Запретить! Ну тогда, может, пусть каждый во дворе у себя организует? Запретить! Запретить! Дома за столом? Запретить! Запретить! Я очень много ненавижу людей и хочу их убить часто. Теперь-то мне понятно, какие мероприятия он организовывает. По-моему, здесь что-то поменялось. Ах, да. Что-то точно поменялось. Я хочу вам сегодня небольшое испытание устроить. Вот, с помощью замечательного Саши. Саша. Очень приятно. Который будет нас испытывать на прочность. И здесь мама задумалась о молодости. Будет нас... О том, как её на прочность испытывал инструктор по скалолазанию, инструктор по плаванию, и инструктор по гражданской обороне. Всё-таки в те времена мир находился на пороге холодной войны, и надо было быть готовым ко всему. Как обычно используется старейший режиссёрский приём. Драйвовый монтаж под волнительную музыку. Расскажите мне немножко о своём сыне. Ну, Саша, он... Его зовут Саша, да. Нет, Антон. Она очень такая скромная. На доктора похожа. Не удивляйтесь тому, что Юлия в этом ролике говорит только ради того, чтобы говорить. Вообще, он в школе ещё брейк-дансом занимался. Потому что это такой грубый танец, он мне не подходит по стилю. Ты танцуешь брейк-данс. Этот танец не подходит для меня. Он слишком жёсткий. Мы не можем быть вместе, прости. Как ты, танцуя брейк-данс, представляешь себе наш первый брачный танец? Первую брачную ночь? Хочу танцевать нельзя. Это ваше животное. У вас есть? Да. Собака Тойтерьер. Да? Он его любит очень. Это Тойтерьер, но я воспитал его как питбуля. Он хватается за палку, и я кручу его на палку. У меня тоже собака, Тойтерьер. Так что мы можем... А у вас мальчик или девочка? Девочка. Прекрасно. Мы можем подружиться с собачками, поженить их, и у нас будут детки. И тут Вектор Шоу мгновенно меняется с «Мама клеит тёлочку» на «Сучку с сучкой». Кстати, интересный формат реалити-шоу в животном мире со капелькой украинского трэша, что-то на уровне Animal Planet. Я бы такое смотрел. Вы вместе живете? Да, мы вместе. Мы вдвоём живём. Я жил сам и с девушкой, и сейчас живу с мамой. Ну, то есть сейчас я уже, знаешь как, я уже старше, чтобы меня это смущало, понимаешь? Это интересно как? Я только что закончил школу. Молод, горячий, силён. Нужно действовать, жить, куда-то двигаться. Я всё ещё молод, горячий, силён. Надо куда-то двигаться, жить, развиваться. Ну всё, я окончил вуз, съехал от мамы, снимаю комнату по соседству с семьёй с пяти человек. Нужно устраиваться на работу и двигаться, двигаться, двигаться. Ну ладно, по специальности меня не взяли, в принципе, может быть, потому что я просирал основные предметы, но ничего, можно временно, временно съехать обратно к маме, поднять себя, восстановить силу и моральный дух укрепить и снова в бой. Мам, где мой суп? Какой стиль он в жизни одежды подбирает? Сейчас уже стиль более такой стал сдержанный. Раньше это был хип-хоппер. Он поменял свой гардероб, потому что он повзрослел. Я не хочу есть, потому что покушал. Я говорю слова, потому что просит режиссёр. В комнате плохо пахнет, потому что я испортил воздух. Кстати, да. О, так гораздо лучше. Юля, хотя за внешней хрупкостью, у неё внутренний такой стержень есть. Есть у неё один стержень, да. Всё-таки она говорила, что раскроет кое-какой секрет одному из парней в конце видео. Здравствуйте, меня зовут Лилия. По возрасту я ещё далеко не на пенсии. Старше тебя делает Мани оказаться моложе. Под вашим именем в шоу что-нибудь написать? Может, ваш род деятельности, например? И важно, какой род деятельности. Напишите, что я не пенсионерка. Я не старуха какая-то. Я молодая женщина. И ещё могу показать, где порох в пороховницах хранится. Понятно? Может, всё-таки ваше увлечение или хобби? Я сказала. Здравствуйте. В игру вступает аутичный брат Брюса Уиллеса. Меня зовут Роман, я диджей. Это его любимая работа, которую он отдает всё своё свободное время. Короче, безработный, как и я. Если есть, попадаются выходные, нам получается все вместе отдыхать. Ну, тогда выезжаем за городом. Пойдём, отдыхаем, играем, жарим мясо. Сейчас вы догадаетесь, о каком мясе речь. Мы выезжаем с друзьями. С друзьями сына. Мои друзья, они сами предлагают, чтобы пригласить её вместе с нами провести время отдохнуть. Ну, наверное, я такая мама. Люблю его друзей. И друзья меня любят. Ну, да. О, мама стифлера. О, что лучше. Здравствуйте. Лилия. Юля, очень приятно. Ну что, Юлечка, я хочу вас пригласить. Да, в ночной клуб. Мы занимаемся танцем. Танцы латиноамериканские, так что, если что, попробуем. Милая, очаровательная. Я думаю, как раз пригласили её туда, куда нужно. А потом мы пригласим её пожарить мясо вместе с нами. И наша большая компания наконец-то сможет себя звать свингер-пати, а не просто гэнг-бэнг. Мне нравятся латиноамериканские танцы, потому что они зажигательные. А ещё можно познакомиться с молатом. Ээээ... Удовольствие здесь получает только мама Стифлера, входя во плотный контакт. Парнишка, который, в свою очередь, инструктор по латинским танцам, стоит как столб и пытается хоть как-то от нее дистанцироваться, в голове прошептывая Скоро это все закончится. Да, я пойду домой, прилягу в ванную, хорошенько отмоюсь. Но он понимает, этот позор уже не смыть. Высокий. 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 Но он голубоглазый. Почему? Но. Он высокий, но голубоглазый. А что ты любишь делать? Готовить, например. Да? А что, какие самые любимые у тебя такие блюда? Блины, например. Блины? Ты знаешь, у меня Роман тоже всегда делал хорошие блины. Это его первое блюдо, которое он научился делать. Совпало, да? Вот так совпадение века просто. Блины, это же, это же такое странное, экзотическое, непопулярное блюдо. И они его оба любят готовить. Их ведь никто почти не готовит. Это экзотика на уровне жареных тарантулов или устрица скалистых гор. Они точно сведены судьбой. Какое образование вашего сына? У него незаконченное высшее. Почему не смог закончить? У нас по семейным обстоятельствам сложилась такая ситуация. Но в перспективе вы это все есть. Мама начала сыпаться прям как на экзамене. Да, это, это, у нас обстоятельства были. Ну это все, все потом будет, будет. Он научится ради тебя. Пойдет на все. Потом может даже бросит учебу ради тебя. Это отсылка к предыдущему ролику про мамашу. Смотрите здесь. Чем он занимается? Значит, он сейчас работает диджеем. Это несерьезная работа для мужчины. Ну музыка. Музыка? Лицемерная тварь. Он пишет музыку тоже для своих выступлений. То есть он этим живет. А я люблю больше слушать классику. Классику. Классика. Ну вы знаете, это популярнейшее классическое произведение Вольфганга Амагея Дольфа Лунгрена, которое называется «Трек», который он писал всю ночь, а потом умер. Ты мне скажешь, тебя смутит вопрос, если я спрошу тебя. Да. Какой? Здравствуйте. Сколько тебе лет, так между нами девочками. Между нами девочками в реалити-шоу, которое выложит в свободный доступ и которое увидит вся страна между нами. 20 лет мы. 20 лет, да. Ну ты вообще лапочка тогда. Совсем. Как говорил один профессор, никогда нельзя терять своего детства, потому что сразу быстро приобретешь старость. Я сказала, напишите мне пенсионерка. Добрый день. Меня зовут Марина. Мне 55 лет. Я занимаюсь изготовлением ювелирной продукции. И далее, наконец-таки, типичный украинский парень. Здравствуйте, меня зовут Дима, мне 24 года. Посвятил себя музыке. Музыка, правда, немножко неформальная, не всем нравится, но как маме, как маме пришлось привыкнуть. То есть это один из немногих родителей, который общается со всеми членами группы. Прическа у него тоже неформальная, так как и у языка, и у бородка, это является его имиджем. Что значит неформальная? Это народный украинский чуб. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юля. Очень приятно. Ой, Кайра, как ты себя некрасиво видишь. Очень приятно. Я Марина. Очень приятно. А это наша Кайра. Мама очень скромная. Интересная. Интересная. Уберите собаку, пожалуйста. Все-таки они решили сохранить вектор передачи сучка на свучку. Очень, конечно, породы разные. Тогда пойдем, может, погуляем? Пойдем. Я на ручках буду ее держать, она боится. Она будет бояться, действительно, на такую собачку. Она хочет общаться, а ты не понимаешь. Зачем было устраивать прогулку с собакой? Это же максимально некомфортно, неудобно и не даст людям нормально как-то пообщаться. Я по своему опыту говорю. Когда ты выходишь гулять с кем-то и с собакой, ты все равно должен следить, не сожрала ли собака чего-то с земли, не грызет ли она очередного ребенка. У них группа своя. Угу. Вот. Называется Джампер Хэт. Направление рок. Угу. Ну, не очень тяжелое. Могла бы я влюбиться в рок... В рокера? В рокеры называется. Но они все в коже. Еще у них моторбайк, по-моему, так он называется. Ну, как Эмо, да, которые с челками такие все. Ну, или эти рэперы, которые в штанах широких такие, со снэпбэками ходят и в худи, да, постоянно. Что за игра на стереотипах? Ну, или как эти поп-исполнители, которые под хвост постоянно долбятся. А, это же не стереотип. Кто-то попросил? Ну, дело в том, что он когда-то закончил визуочно Академию МБС в Крыму. Угу. Вот. Я посмотрел, как работают мои одногруппники, послушал это все. Это суетня, беготня, никакого творчества. А я человек творческий. Ну, так получилось, что не приходится работать по специальности. И как-то настораживает его образование и хобби с рок-музыкой. Как-то странно. Ох уж эти тупые рокеры, просто говнари. Бросают вузы или не работают по специальности и ничего в своей жизни не добиваются. Я пошутила. Только вам лет. Как ваш сын старше. Чувствуйся на 18. Чисто визуально лет 26 дала бы. You just got roasted, bitch. Или вы Юлечкой отдыхали в этой комнате? Или вы не ездили куда-то? Нет, я ездила. Я была в Одессе летом, а вот недавно ездила в Италию. Была в Милане. Вот. Шопинг в Милане сводит с ума. Лучше туда не ездить. Сказывает, что она что-то из себя представляет больше, чем она есть. Пф. Ездит в Милан. Зазнавшаяся тварь. Лучше туда не ездить. Я и так не могу туда ездить. Да все выходные, блин, у бабки картоху копали в деревне. А, блин. Тьфу на тебя. Зазнался уже, да? Ты все равно из себя ничего не представляешь, урод. Хотела бы, чтобы у меня была такая невестка. Спокойная, выдержанная. Прям как собака. Ведь вязка тогда пройдет гораздо комфортнее, если никто не будет брыкаться. Седание с мамой было очень холодное, потому что осень уже холодная. Холодно. И наши собаки не подружились. Юлечка очень хорошо с нами погуляла и не боялась нашу Кайру, такую большую девочку. Да мы уже поняли, что ваше шоу теперь о вязке собак. Ну что ж, Юлечке настало время выбирать маминых сынков. Мама Марина. Я уверена, что у вас прекрасный сын. Но ему 24 года. К сожалению, я не люблю рок. Готовьтесь к грандиозному выходу. Сынки номер три. Короче, рокера. Знаете, этот эффект заедающего лифта мне напоминает один мемаса. И я не могу просто перестать о нем думать. Но тут он хоть никак по дебильному крутиться не стал, как некоторые экземпляры в этом шоу. Дима мне не понравился, у него очень сильно стиль одежды такой, рок-музыканта и прическа. Да что в нем рокерского? Он в обычной футболке и в джинсах. Глупая ты Юля. Че ж ты прикопалась к человеку, господи? Отсеивание продолжается все жестче. И теперь на сцену выходит аутичный брат Брюса Уиллиса. Да хватит, это не круто. Перестаньте, зачем вы это делаете? Монтажер это больная тема, что ли? Он часто в лифте дома застревал. Опа-це, ровный фраерок нарисовался. Малиновый пиджачок, стильный дорогой подвес и белые, как снежок после отсидки педали. Лучший рецепт для того, чтобы склеить любую даму. Лысых мужчин я не люблю. У него, судя по всему, генетическая лысина. Вообще-то я как стилист могу сказать, где Брита, а где Брила генетика. Брюс Уиллис, к сожалению, в утиль. Что же остается дальше? Я выбираю ваши остальные. Прекрасно. Саша. Больше, больше. Нужно больше монтажа с лифтом. БОЛЬШЕ! Снова сегодня опоздал на работу из-за этой... Чёртов лифт! БАРАБОМ! БАРАБОМ! Привет! Очень приятно, я Юля. Саша, очень приятно. Он какой-то сильно такой активный, весёлый, вышел. В конце концов, он же выходит ко мне. Ну мне-то нужна унылая клякса, просто абсолютно кислая лужа, об которой я смогу потом вытирать ноги. Знакомиться? Да. Очень ты красивая. А то я боялся, что какой-то крокодил будет. Ну я не очень красивый, я знаю. У меня есть предложение пойти в ресторан, поужинать, пообщаться. Ты знаешь, я с малознакомыми девушками вообще-то не хожу. Ну тебе придётся, я тебя выбрала, да. Да? Хорошо, как скажешь. Тебя нести или ты сама дойдёшь? Ну... Можно предложить тебе? Да. Да. Пойдём. Счастливо. Ладно, чё он на самом деле рофовый? Он нормально, тонко подшучивает. Ну, могёт, пацан, умеет. Хорош, хорош. Дешёв. Для меня высшее образование абсолютно ничего не значит, потому что это пункт в жизни. Понятное дело, что Юля меня не выбрала, она же даже не умеет петь портилен три семёрки из пакета. А нет, он всё-таки тот самый рокер. Не, пацаны, в этот раз, конечно, нормальные. А я занимаюсь восточными единоборствами. Угу. Продеваю белое кимоно и иду на джиу-джитсу. А наркотики ты пробовал когда-нибудь? Конечно. Да? Вот это поворот. Если ты не пробовал наркотики, то как ты вообще живёшь в нормальном обществе? А если ты ещё и высокий, то ты вообще не человек. Но у меня вот интересует другой вопрос. А ты не выбрала вот этого Романа, или как его зовут, потому что ему 24 года. А, ну, я так понял, тебе сколько? Приблизительно так же. А, то есть ты не будешь мне говорить, потому что мне сказали, что тебе 20 лет. Ну, как-то, я не знаю, как ты в 20 лет уже закончила школу? О, институт? Когда у нас будут серьёзные отношения, возможно, скажу, какой мой возраст. Да это Юля сама ходячий набор стереотипов. Возраст не скажу свой только после свадьбы. Рокеры все гвнарии. Мужик без высшего образования никто. Вот это ваше диджейство и музыка, это вообще не для мужчины занятие. Когда ты закончила институт Шевченко? Не так давно. А год есть? Ну, там, тысяча? Да, есть, конечно. А каком? Ты выключили звук, подожди. Да, выключили звук. Выключили звук? Леди Винтер из Д'Артаньяна Тремушкетера не такая загадочная девочка, как наша Юля. Саша, я тебе скажу, в каком году я закончил институт, ты поймёшь мою такую небольшую тайну. Я ненавижу эти вопросы, мне уже надоели они. Ах, вот оно что. Наша Юленька пи***дит. Походу, ребята, ей под сорокет. Пожалуйста, не закрывайте ролик, послушайте, что я вам скажу, прошу. Поговорим о моём товаре. Ну, чуть более серьёзно. Ну, не настолько серьёзно, что прям. Дело в том, что я хочу поступать в один классный университет на режиссуру. Говорить, какой я пока не буду, когда поступлю, тогда вы все узнаете. И одним из самых важных заданий для поступления является короткометражный фильм. И фильм должен быть очень крутым, потому что там огромнейший конкурс, который очень сложно пройти. И чтобы такой снять, нужны какие-то средства. Поэтому я предлагаю вам обмен, который, может быть, кому-то из вас интересен. Я запускаю вебинар по видеомонтажу. Да-да-да-да-да, я знаю, что ты думаешь, сибирский. Ты умеешь делать только тупую склейку и увеличение кадра себе на лицо. Нет. На самом деле я могу гораздо больше, просто из-за моей нынешней работы приходится выделять на монтаж роликов для канала меньшее количество времени. Почему ты тогда не снимешь фильм на деньги с зарплаты? Они у меня все уходят на жизнь. Так вот, курс будет включать в себя три великолепнейших онлайн занятия раз в неделю, по субботам или выходным. Дни мы утвердим точнее, когда сформируется группа. Проходить они будут в формате закрытого стрима длительностью 2 или 3 часа, не знаю, где-то так. Обучение проходит в профессиональной монтажной программе Adobe Premiere Pro. Скачать можете сами знаете где. За эти три занятия вы плотно познакомитесь с интерфейсом и инструментами Premiere Pro, научитесь нарезать ролики, клеить их, работать с эффектами. И, конечно же, вы научитесь анимации. Различные плашечки, какие-то переходики. Вот это вот все. Кто-то, конечно же, скажет, сибирский, я могу этому сам научиться в интернетике. Ты можешь, ты можешь искать различные разрозненные ролики в интернетике по той теме, по этой, по сей, и т.т., и пройти весь тот долгий геморройный путь, что проходил когда-то я, собирая информацию по зарубежному интернету. Ну, во-первых, обучение на то и обучение. Я дам вам концентрированный объем знаний. Ну, а во-вторых, так вы можете поддержать меня, мой канал и мои начинания. Стоимость этого курса составляет символически 1599 рублей. Первым двум счастливчикам, что купят курс на мой семинар, скидочка 500 рублей. Желающие поучиться или задать вопросы, пишите мне в личку сообщение с пометкой «Курс». И смотрите мои предыдущие ролики, конечно же. Субтитры сделал DimaTorzok